Музыка Ребята, всем привет! Ну что ж, свершилось. В сегодняшнем видосе вы увидите все награды платной и бесплатной линейки 15-го Ройал Пасса, который начнется уже 15-го числа. Также рассмотрим с вами ранговые награды 15-го сезона, РП-ящики. В общем, информации очень много, так что не забудьте влепить свой лайк под этим видосом. Но для начала хотел поблагодарить канал Лаки Мэн за предоставленную информацию. Ссылка на него есть в описании. Ну и первая награда, ребятки, которую мы видим в платном Ройал Пассе, это, конечно же, скинчик на Томпсон. Ну и также в платном Ройал Пассе за первый уровень мы получим еще костюмчик. Дальше у нас идут 500 очков РП для следующего 16-го сезона, гардероб. Дальше снова же на выбор у нас ЮЦ-шки или Джишки. Выбирайте ЮЦ-шки, если вы хотите приобрести снова же себе Ройал Пасс. Дальше у нас идет головной убор для костюма, который у нас на первом уровне. В принципе, более-менее годный. Дальше у нас идет защита рангов в бесплатном Ройал Пассе. Бип-пишки, это нам неинтересно. Дальше у нас идет карточка РП на 10-м уровне бесплатного Ройал Пасса. И на 10-м уровне платного Ройал Пасса у нас будет скин на дымовую гранату. Я уже говорил, что простенько, но, что самое главное, со вкусом. Да, никаких излишек. Дальше, 11-й уровень карточка РП, фрагменты, серебришка. На 15-м уровне платного Ройал Пасса, ребятки, будет, конечно же, аватарка. На бесплатном опять серебришка. Дальше, 20-й уровень, ребятки. На 20-м уровне у нас, во-первых, есть эмоция. В бесплатном Ройал Пассе, как я и говорил, что она будет именно в бесплатном предыдущем видосе. Ну, в принципе, здесь уже аналогия, я думаю, понятна, да? Бесплатный Ройал Пасс и такая эмоция. Но, ребятки, в платном Ройал Пассе на 20-м уровне самый крутой рюкзак вообще, который был у нас в Ройал Пассах. Не знаю, вы можете со мной не согласиться, но мне он очень сильно понравился. Если хотите более детальный обзор, посмотрите предыдущий видос. Там вы можете увидеть, как он выглядит на всех уровнях. 25-й уровень платного Ройал Пасса у нас будет вот такая вот эмоция. Танец. В принципе, более-менее нормальная. Ну, сравните, да, с 20-м уровнем и с 25-м уровнем. Как бы разница есть, достаточно серьезная. Дальше у нас идут снова же Джишки или ЮСишки. И 30-й уровень, ребятки. На 30-м уровне бесплатного Ройал Пасса нас ожидает очень крутой парашют. Парашют мне, если честно, очень зашел. Снова же простенько и со вкусом. За это лайк огромный разработчикам. Костюмчик. На 30-м уровне костюмчик у нас будет. Я его показывал в предыдущем видосе снова же, ребятки. И говорил, что выглядит он снова же просто. И что самое главное именно со вкусом. Без лишних кислотных цветов и так далее. Дальше у нас кейсы РП. Маска на 35-м уровне для этого костюма. Вот таким вот образом будет выглядеть полный сет, ребятки. На 40-м уровне нас ожидают фрагменты купонов для бесплатной линейки. А в платной линейке нас ожидает сковородочка. Как я уже говорил, сковородочка тоже более-менее годная. Что самое главное, есть скинчик и внутри, и снаружи. В принципе, мне он, если честно, очень даже зашел. Я с ним, в принципе, буду гонять. С этим скинчиком. Идем дальше. Следы полетов. Мои родимые и любимые. 45-й уровень. Рамочка, ребятки. С 15-м у нас обозначением, да, 15-го сезона. 50-й уровень. Бесплатного Роял Пасса. Скин на ВСС-ку. Зачем? Просто вопрос. Зачем? Вот это самый главный минус этого Роял Пасса, ребятки. Скин на ВСС-ку. У нас был и очень даже крутой ледник именно скин на ВСС. Зачем еще один скин на ВСС? Если честно, вот здесь я, ну, на этом мои полномочия все. Дальше. Платная линейка продолжает радовать. 50-й уровень. Очень крутой скин на самолет. Прям очень крутой. Он достоин быть в премиум кейсе, допустим, да, как там сложно выбить какой-то самолетик. Вот этот самолет выглядит очень круто. И снова же огромный жирнейший плюс разработчикам за такой скинчик. Ну, а мы идем дальше. Дальше у нас снова же Джишки, ЮСишки и 60-й уровень, ребятки. На 60-м уровне у нас идет второй костюм, да, который, ну, как бы он улучшается как будто, да. Вот таким вот образом он будет у нас выглядеть. Я говорил, тематика рыцаря выглядит снова же годненько. Дальше у нас идут опять Джишки, ЮСишки, ящики РП. Кстати, дальше вы увидите содержимое ящиков РП, ребятки. И на 70-м уровне нас ожидает вот такая вот эмоция. Эмоция, если честно, я ее пересмотрел несколько раз. Выглядит простенько, но снова же со вкусом. Опять у меня эта фраза в голове, ребятки. 75-й уровень аватарка. Серьезно, да. 80-й уровень шлем. И я говорил, что именно на 3-м уровне он выглядит очень круто. На 1-м, на 2-м так себе. Будто наклеили сверху какую-то полосу, да. Выглядит средненько. 90-й уровень, ребятки. На 90-м уровне будет у нас скинчик на калашников. Который говорил, что выглядит круто. Золотистые вставочки. Снова же тематика самураев, рыцарев. Очень-очень даже круто. Не, он очень зашел. Дальше у нас будет снова же кастомка на 7 дней. Это незаменимая вещь. Пускайте будет, да. Кто заходит на стримы, тот в курсе, ребятки. Что мы делаем с этими кастомками. Мы там угораем вместе с вами. Дальше. На 95-м уровне у нас снова же RP-кейс. И, в принципе, 100-й уровень, ребятки. На 100-м уровне нас ожидает костюмчик и головной убор. То есть мифический сет. Который выглядит очень годно. И я очень рад, что этот мифический сет именно за 100-й уровень. Потому что, когда появились первые утечки, я очень сильно переживал, что он будет именно улучшаемым, да. И у многих не будет возможности его заполучить. Допустим, как нынешний костюм, который можно было получить за RP-очки, да. Он оказался именно костюмом за 100-й уровень. За это разработчикам снова же огромный плюс. Идем дальше. Дальше у нас, ребятки, идут награды за 15-й сезон. Именно за пополнение, да. Если вы, допустим, закинули ЮЦ-шки для того, чтобы приобрести себе Royal Pass. Тогда вы получите бесплатный сет. В принципе, это всегда у нас было, да. То есть вы получите маску. Вот так она выглядит, ребятки. И вы получите костюмчик. Это у нас всегда так было. То есть для этого ничего нового. Но костюмчик, я вам скажу, выглядит тоже очень круто. Очень годно. Снова же огромный лайк разработчикам. Этот сезон прям очень радует. Мне он очень понравился. Единственное разочарование это ВСС, о которой мы говорили, что она идет на 50-м уровне бесплатного Royal Pass. Ну и, само собой, еще скинчик на Мачете, ребятки. И это тоже не может не радовать, потому что у меня скинчика нету. И я себе хочу этот скинчик. И я предполагаю, он тоже будет стоить 180 ВЦ-шек, как это у нас всегда есть. То есть там какой-то скинчик, скидка. И вроде бы всегда он был 180 ВЦ-шек. Выглядит скинчик очень даже неплохо. Ну а мы идем дальше. Дальше, ребятки, награды. Именно ранговые награды 15-го сезона. Во-первых, вот такой вот костюмчик, который можно будет получить, да. Будет у нас еще маска дополнительная к этому костюмчику. То есть полный сет. За ранг алмаза у нас будет скинчик на СКС-ку, ребятки. Я, в принципе, показывал эти награды, но решил в этом видосе показать все, чтобы у вас не было лишних вопросов после этого, да. Какие нас ожидают награды. Само собой, рамочка завоевателя. Я думаю, уже все знают, как они выглядят, да. СКС-ка вот таким вот образом выглядит. Выглядит она тоже неплохо. И, в принципе, парашютика, которым я говорил, что, ну, парашютик средненький, но допустимый. Давайте так скажем, да. Можно допустить, потому что у нас получится полный сет. Вот это мне понравилось. То есть у нас идет и маска с золотистыми вставочками, с желтыми такими, да, костюм. Сама СКС-ка. Ну и, в принципе, парашют. То есть снова же одна тематика, один сет для коллекции. Я думаю, это просто супер. Окей. С ранговыми наградами мы с вами разобрались. Идем дальше. Дальше у нас, ребятки, ящики RP. Которые нас ожидают в следующем сезоне. Я, в принципе, их показывал в предыдущем видосе. Возможно, кто-то пропустил. Поэтому я решил их снова же повторить именно и показать быстренько, да. То есть у нас будет RP-кейс, где вы сможете себе выбить один из этих костюмчиков. И, к сожалению, ребятки, тот самый скинчик на УАЗ. Не знаю, зачем они взяли эту традицию разрабы. В предыдущем сезоне они забрали у нас возможность получить скинчик на УАЗ. А мне этот скинчик очень понравился. Вот эта вот порванная текстура Березента. Очень крутая. Голова лошади, костюмчик. Я уже, в принципе, это показывал. И у нас добавят возможность в RP-кейсах выбить себе скинчики, которые были доступны в восьмом Роял Пассе. Ну, я, в принципе, в предыдущем видосе говорил, что мне отсюда нравится, ну, ДП-шка, ну, и вот этот водный скутер. Больше мне, в принципе, отсюда ничего не нужно. Напишите в комментах, как вы смотрите на такое решение разработчиков. Дать возможность снова же заполучить старые скинчики. Дальше. Вы видите на тот самый улучшаемый костюмчик, да. Вот он, женский костюм, ребятки. Слава богу, что и на этот женский костюм. Ну, и, в принципе, на этом мы будем с вами заканчивать. Следующий пятнадцатый сезон обещает быть очень крутым, судя по скинам, да. Видно, что разработчики к новой эре подготовили новый крутой сезон, за что им огромное спасибо. На этом мы с вами видос заканчиваем. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк. Если он вам вдруг не понравился, ставьте дизлайк. Вы знаете, я рад любой вашей активности. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Напишите комментарий с четырех слов для продвижения данного ролика. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1.